Антимонопольная служба Республики требует отменить постановление Кабинета Министров о повышении тарифов на проезд, принятые еще в прошлом году. Стоимость на проезд в общественном транспорте Уфас по Чувашии считает необоснованными. До 26 января этого года Кабинет Министров Республики должен отменить постановление 25 февраля 2015 года о тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом. Так считает антимонопольная служба. В соответствии с ним проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках стоит сейчас 15, 16 и 20 рублей соответственно. Решение о повышении тарифов на проезд было принято после получения заявления от троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска, государственного перевозчика Чуваш Автотранс и трех частных перевозчиков. В нем они жаловались на убытки от перевозок. Комиссия при рассмотрении дела считает, что есть признаки необоснованного принятия тарифов и предлагает, выдавая предупреждение Кабинету Министров, пересмотреть данное решение. Мы прямо не говорим, что оно должно быть снижено, мы говорим, что оно должно быть экономически обоснованным. В данном случае, простой пример, у нас есть разные города, город Чебоксары, город Канаж, город Ядрин, они имеют, даже если просто посмотреть, разный километраж движения городских маршрутов. И, соответственно, у нас проезд, затраты на проезд, начисление перевозок разные, плечо разное. И не может быть один тариф 20 рублей в Чебоксарах и один тариф в том же Ядрине. Я думаю, что достаточно сложно обосновать стоимость тарифа именно одинаковую для города Чебоксары, где плечо и 20 километров, и больше, и 30 километров пробега с большим количеством остановок и небольшие наши города. В свою очередь, в Доме правительства с предупреждением Уфаса не согласны. Более того, Госслужба по тарифам считает, что антимонопольное ведомство нарушает свои полномочия. Со своей стороны, хочу сказать, что предупреждение вынесено антимонопольным органам приема нарушения лишь признаков правонарушения, а не его факта. И исполняется случай добровольного признания органом регулирования факта правонарушения. Необходимо отметить, что предупреждение не содержит сегодня константации признаков правонарушения, обоснования и мотивации. И поэтому Госслужба полагает, что антимонопольный орган в этой части превысил свои полномочия. Госслужба не согласна с вынесенным предупреждением, считает его необоснованным и возлагающим незаконную обязанность по отмене его. На сегодняшний день готовятся материалы для оспаривания данного предупреждения в Верховном суде Чувашской Республики. Стоимость проезда на общественном транспорте до решения суда не изменится. Продолжение следует...